Приветствую, мы в этом Вове, но я не там, где в прошлый раз. Дело в том, что у нас тут ярмарка Новолуния какая-то началась. И в общем-то, отправляйтесь в Альтерарскую долину, расположенную в горах. Найдите воеводу Лакон до ухода в тоннель и поговорите с ним, чтобы начать военную карьеру в клане Северного Волка. Да. Издалека доносится рок от барабанов войны Чернокнижницы. Клан твоего вождя подвергается атакам презренных дворфов клана Грозовой Вершины и Стальгорна. Судя по твоему виду, можно решить, что ты закалена в битвах и готова поставить за дело клана Северного Волка. Сейчас тебе предстоит сделать новый шаг к совершенствованию твоего воинского мастерства. К северу от мельницы Тарен в Альтерархских горах есть вход в Альтерархскую долину. Там тебе нужно отыскать воеводу Лакрон до. Давайте возьмем. Может быть потом откажемся, конечно. Также тут еще какое-то задание. Тут вообще много заданий. Да, вот. Помощь Верховному Друиду Руническому Тотему. Извини, Чернокнижница, можно тебя на минутку? Кругу Кенария в Громовом Утесе требуются такие закаленные путешественники, как ты, для участия в чрезвычайно важном исследовании. Подробности я не знаю, но могу сказать, что возглавляет этот проект Хамул Рунический Тотем. Если тебя это интересует, отправляйся в Громовой Утес на вершину Старейшины, поговори с самим Хамулом. Ну вот, так же. Дело в том, что Ярмарка Новолуния сегодня... Я уже взял квест на эту Ярмарку Новолуния. Так. Ой, это ПВП какое-то. Чё, ПВП не хочу. Да. Выполнено, кстати. Вот нужно... Призовые купоны. Эээ... 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 Да. На Громовом Утесе. Вот где эта... Эээ... Ярмарка. И, в общем-то, нужно туда отправляться. Но, перед этим, давайте попробуем шить. Попробуем шить. Эээ... Тут... Белая льняная рубашка. Коричневая льняная рубашка. Даже не знаю. Льняной плащ. Мне нужно прокачивать. Я ж купил, короче, ткань. И сейчас... О, тут какой-то этот... Чувак непонятный. Надеюсь, меня после этого не убьют. Потому что могут. Эти альянсовцы, они вообще бешеные. Залазят тут к нам. Орда, как это ни странно. Ну, по крайней мере, ордынские игроки. Ну, и, по крайней мере, тех, что я видел, они мирные. Ну, почему? Потому что они в моем клане. Может быть, и у орды есть какие-то вот такие. Значит, магическая ткань. 60 штук, блин. Ну, магическая ткань мне самому может потом пригодиться. Нужны нитки, что ли? Да. Три, четыре, пять, допустим. Так, льняные штаны, льняной плащ. Вот и зачем это все нужно? Так. Раз. Два. Блин, хоть иди еще фарми. А ну-ка, двадцать восемь. Тридцать один. А жилет? Тридцать четыре. А штаны? Тридцать семь. Смотрите, теперь эти стали желтыми. Ну, в общем-то, может быть, мы тогда сможем тут что-то еще выучить. А вот здесь нужна магическая ткань, это не мое. Почему все льняное? Мы победим. Нужно больше всего льняного, короче. И тут ленжишь не купишь, его нужны имена. О, тонкая кожа требуется. А у них броня есть, кстати, да? Льняные штаны. О, а для льняных штанов требуется больше всего. Давайте тогда жилет делать. Короче, нужно семьдесят пять набрать. Я не знаю, что ли идти, короче, в базовые локации и там лен фармить. Потому что другого я не вижу смысла. Выделка шкур, там еще что-то. Тут бинты всякие делают. Ну, в общем-то, давайте-ка поставимся. И мне нужно на ярмарку новоуния. Ну, вначале, наверное, продам все это льняное говно. Я ж его чисто для прокачки делаю. Кто его вообще может купить, в принципе? Ну, то есть, такое базовое, по крайней мере. Купить ты не сможешь, наверняка. Вот смотрите, засрал себе все. Изготовитель Яндеры Хамура. Так. Да будут всегда остры твои клинки. Ну что ж, давайте забежим. Хочу на эту ярмарку. Она, наверняка, интересная. И я на ней еще не был ни разу. О, мне тут какой-то огонь дали. Приветливый очаг. Дух повышен. Стоп. Этот очаг, это, типа, каждый, наверное, может разводить его. Или как? О, нет, тут роги. Сраные роги. Приветливый очаг. Ой. О, нет, тут роги. Поехали. Какая-то? Ну, может ли я най chat. Продолжение следует... Блин, никто нихуя не слушает, они тут тупо сидят и всё, а там Альянс, понимаете? Убили, короче, этого и мешают на это, на ярмарку Новолуния попадать. Это жесть просто, Орду терроризируют, ублюдки. Мы мирные орки, сидим себе в Агримаре, а нас тут это, пидорасы всякие, альянсовские. Вот реально, на самом-то деле, то есть все злодеи пытаются выдать себя за хороших. И то есть как бы Альянс, типа якобы хорошие там всякие сидят и так далее. И вот все лицемерные мудаки наверняка играют за Альянс на этом серваке. Да уж. Ну и как мне теперь в этот... Мне пешака, что ли, туда бежать? Да, получается, да, они убили, короче, этого транспортера. Зачем ты берешь? Вот что тебе нужно? Что тебе нужно? Кто меня добавляет? Где? Долина испытаний какая-то. Как он меня смог добавить оттуда? Он бы уже тогда меня призвал, я не знаю. Какого ты уровня? Пятого уровня. Че он хочет вообще? А, все, он меня убрал из группы. Тогда зачем он добавлял меня в группу? Чтобы потом убирать. Такс. Ну, в общем, я прибегу, пешака придется на эту ярмарку бежать. Ужас, конечно. Ну, что поделать, Дезу. Знаете, я смотрел видео, где один чувак, короче, за Альянс прибегал, короче, к Орде и там всех тралил. Ну, вы поняли как. То есть, убивал игроков там и так далее. То есть, заупался по-всяческому. Но прикол в том, что он говорит, что вот это у нас тут. Вы поняли, что? Ну, в этом. Как его? Ага. Вершина старейшин, да. Туда надо. Хотя тут тоже есть что-то. Эм. И где здесь? А, вот тут внизу. Хе, прикольно. Ну, ладно, короче. Прикол в том, что в ранних версиях та же самая хуйня. Вот сейчас вот там. Взяли, короче, прибежали, убили этого транспортника, чтобы мы не могли никуда транспортироваться. И всем похуй. Никто не собирается этих чуваков, короче, оттуда вытравливать или как-то убивать, или как-то защищать вообще игроков и так далее. То есть, понимаете? Чем могу помочь? Можно беспределить как угодно. В Варкрафте любой версии. Так что ничего в БФА в том же самом, там, в Шадоуэнсе не изменилось. Призыв к оружию и чумные земли. Внимайте моим словам. Мой герой. Орда призывает к решительным действиям. Все, кто способен носить оружие, должны выступить в поход против плетья. Из уринвосточных королевств поднимается новая угроза. Ваш путь лежит на восток от подгорода в северные пределы чумных земель. Короче. Ага. Храбрецы, обращайтесь к Верховному Палачу Терингтону. Он ждет вас в лагере бастионок востоку от Тересвальдских лесов. Гранят тебя вредки. Почему бы и нет? Так, ну мне нужно обратно. Как это ни странно. Вот очень далеко нужно обратно. Интересный вообще город этот. Как его там. Хочу на ярмарку, хочу на ярмарку. Она ведь тут. Она там должна быть. Стойте, а тут еще дирижабли летают. Это интересно. Ярмарка. Телк. Что? Что за хрень? Типа волк, который на самом деле не волк, а телк. Эй, где мои квесты? Где ярмарка? Вот это она и есть, и все. О, я знал, что ты... А, нет, это помощь Труиду. Земля хранит немало танчернокнижницы. На что? Помощь Верховному Труиду Руиническому Тотему. Так, говорят, что почва из кратера Ункора наделена мощными магическими свойствами. Кругую Кенарию нужно много этой почвы для исследований. Ступай в страшные окрестности Ункора и добудь земли побольше. Эта богатая почва порой лежит большими грудами, а иногда ее находят у некоторых тварей. Относи землю к Геду, ищи кучки земли у Таурена, раздающего команды. Он не злой, просто постарайся его не слишком донимать. Береги себя. Ммм, короче, нужно будет... Это, получается, не ярмарка? А где ярмарка? Где моя сраная ярмарка? Ммм, вот это где? А, вот здесь, у подножия. Ну так, так бы и сказали, блин. Что внизу, внизу, блин. Но все все равно в агримаре сидят. И при этом, то есть, они сидят в агримаре, но нифига не делают. А вот это что, змеес... Змеесник какой-то. По идее, здесь поднимется сейчас, да? Эй! Ты где? Интересно, там есть что-то интересное на этой ярмарке? Кстати, очень хорошо, что здесь реальное время. То есть, я могу знать, что у меня еще полчаса до того, как я пойду в Наруто онлайн участвовать в увентах. У меня, короче, вообще, то есть, в две онлайн игры одновременно играю. Знаете, говорят, у того, кто играет в ВОВ, нет личной жизни. А я, получается, в две играю. И в Наруто онлайн, и в ВОВ. Получается, что у меня... У меня минус одна жизнь. Да. А это ярмарка? Рабочей торговой компании. Слушайте, это не ярмарка какая-то. Не, это не ярмарка. Это какие-то рабочие нити. Совсем не те. Нужно обойти. А вот это... Эти цветки можно собирать. То есть, если видишь в этой версии, по крайней мере, игры цветок, значит, его можно собрать. Вообще, могли бы сюда что-нибудь добавить между этими холмами. А то тупо текстуры натянули, и всё. Так, тут какой-то манюсенький. А, очень манюсенький. Ну и... Тут есть эта ярмарка. Она, типа, ещё будет вечером, да? Или что? О чём ты спросишь свою смерть? Приветствую тебя. Я Хронос. Помнящий всё. Моя память безупречная. Торщина до малейшей детали. Накладки на доспехи. Гном-гигант. Это, типа, здесь можно узнать чё-то. Слава Орде. Никак не могу найти свою лягушку. Жаб-жаб. Она любит эль чёрного железа. Только его и пьёт. А его бывает так трудно достать. Мои запасы кончились, и жаб-жаб должно быть убежал искать эль. Постомство жаб-жаб. Какое счастье, что жаб-жаб вернулась. Она пожает эль чёрного железа. И когда он у меня кончился, она сбежала. Теперь, когда жаб-жаб снова со мной, мне понадобится много эля. Не хочу, чтобы моя крошка опять потерялась. У тебя не найдётся кружечки эля чёрного железа. Я отдам за неё одно из яиц жаб-жаб. То есть, я смогу получить эту жаб-жаб. Так. Но, мне кажется, нужно ночью зайти сюда. Это не эль. Балаган закрыт. Выдача призов. Меняйте купоны на призы. Пульт управления паровым танком? То есть, я смогу себе паровой танк? Прошлогодний окорок. Ящик на волне. Блин, интересненько. Да, мюстарь. Чем могу служить? У вас есть сертификат на призовой билет? Добро пожаловать на ярмарку новолуния. Этот сертификат на 5, да, целых 5 призовых купонов. Когда у вас будет их побольше, обратитесь ко мне, и я обменяю их на ценные призы. Чем больше вы получите купонов, тем больше вы играете призов. Вперёд! Пока! Счастливо! Сраные купоны. Приветствую. Так. Дешёвое пиво. Удачи, друг. И ещё что-то особенное. Ходдон. И чё он даёт вообще? Удачи. Удачи. Кальянсу и там чё-то покупать. И зачем мне вот эта вот начальная жизнь? Что-то ещё подобное. Всякие цветки тут есть. Толосит. Лотоскверны. Личи цвет. Ледошип. То есть можно получать там из нацкого какие-то вещи. Ну, я чувствую, что это не вызовно. А тут свитки. Выносливости. Зелья маны. Для алхимии всякая фигня. За какой нафиг альянс? Мы в Орде, чувак. А он за альянс. Чем могу помочь? А где мне взять тель чёрного железа? Может здесь где-то внизу? Или здесь? Коробка с древесной лягушкой. С лесной лягушкой. Бросьте мяч в одного из игроков. Если у него есть свободное место в сумке, он его поймает. Интересно. Очень интересно. Добро пожаловать, добро пожаловать в чудной зоопарк новолуния Эбаниплукира. Сокровищницу живых легенд и мистических странностей. Приятно тебе провести время, друг. Но подумай дважды прежде, чем что-то трогать. Эти выставочные экспонаты, артефакты и звери ужасны вместе с тем изумительны. Не могут дожечь руку слишком любопытного посетителя. Глаза злобных летучих мышей. То есть это можно. Светящая кровь, Скорпида. А где мне это взять? Типа пойти там фармить? Так она еще не началась, походу. Слушайте, в календаре что отмечено? Так. Начало в 0.01. Ага, то есть у меня есть время. Ну хорошо, я типа заранее пришел. Тут какая-то монстры какие-то. Тут даже мобы вон бродят. Охотник прияри, например. Прибежал, убил. Тут туалеты есть. А я могу в туалет зайти? Зачем они тогда тут стоят, если я в них зайти не могу? Ну, в общем-то, я, наверное, здесь остановлюсь. В принципе. А, он 29-го, слушайте. Примерно такой же, как и мы. Ну, в смысле того, что он не прокачан и, видимо, какой-то нуб типа меня. Ну, в общем-то, здесь мы все сделали. То есть я вернусь, когда ярмарка начнется. Итак, всех приветствую. Ярмарка Новолуния скоро начнется, если уже не началась. И, в общем-то, начнем. Надо ее посетить. В общем-то, тот чувак, который в прошлой серии нас приглашал, он, в общем-то, это мой подписчик. То есть, если кто-то еще не присоединился, то можете прийти и как бы с нами поиграть, если мы до сих пор играем. Ну, спросите под этим видео, играем ли мы и можно ли к нам присоединиться. Но, если хотите, то можно такую гильду замутить. Если будет 5 человек, то будет офигенно. Кстати, я тут с гильдией разобрался. Вот общение. И тут вот есть гильдия. И вот, как вы видите, у нас 550 членов. Но, правда, не все из них играют. Вот сейчас в игре 4 было 7, в принципе. Ну, до 10 человек. Гильдия для новичков, там так и написано. Так. Готова ли... Я давно знал, что ты ищешь меня, Яндер и Хамура. Все разумные существа в этом мире сами выбирают свой путь. Один выбор порождает другой. В итоге ты становишься тем, кто ты есть. Так и формируется твоя судьба из того, кто ты есть, и из твоего выбора. Готова ли ты узнать свою судьбу? Я хочу узнать, что мне уготовано судьбой. Что ж, хорошо. Твой господин поручил тебе охранять его поля от браконьеров и воров. Воднажды ночью ты наткнулась на изможденного человека в лохмотьях, который воровал зерно с поля. Ты быстро одолела его, и он взмолился о пощаде. Он сказал, что крадет зерно, чтобы накормить семью. А хозяин земли твой господин взимает слишком большие налоги. Ты сама знаешь о жадности господина. Что ты решишь? Ну блин, я очень добрый. Я отдам ему столько зерна, чтобы он мог прокормить свою семью пару дней и посоветую ему покинуть наши земли. Тебя ожидает следующий выбор. Ты в одиночку победила жуткое чудовище, разорявшее кругу и прихватила его ухо в качестве трофея. Позднее ты узнала, что за эту тварь назначена награда. Один из рыцарей, добрый, но очень бедный, заявил, что это он избавился от чудовища. Тебе не очень-то нужны деньги, а рыцарю приходится кормить семью. И в то же время ты знаешь, что он салкал из скорости. Здесь, понимаете, ну не он же ж убил. Чувак, ты рыцарь. Если ты рыцарь, то ты, блин, это твоя профессия убивать чудовищ. Но не он его убил, понимаете. Я покажу господину ухо зверя, доказал, что оно упало от моей руки. Часть полученной награды я отдам бедному рыцарю, чтобы помочь его семье. Ну то есть, как бы, дать я могу, но лгать, серьезно, лгать в ущерб себе, это же мазохизм настоящий. Вот так вот. Вот твое предсказание, чернокнильница. В следующие несколько часов ты ощутишь на себе его правоту. Но будь осторожна и помни, твое будущее и твоя судьба зависят только от тебя. Если хочешь, я запишу твое предсказание на бумаге, если, конечно, у тебя хватит места в сумках. Я могу рассказать, что скрывает от тебя будущее, если только ты ответишь на мои вопросы. Я бы хотел получить такое предсказание, в моих сумках найдется место. Вот твоя судьба, Яндера Хамура, пусть она будет тебе благосклонна. Так, что за темные жребия? Увеличение духа на 10%. Ну, норм. Значит, а что за предсказание? Предсказание ворожея номер 3. Бывший враг скоро станет союзником. Ну, блин, у меня нет врагов. И чё теперь, короче, враньё. Враньё. Кстати, тупое предсказание, потому что, типа, всем подходит. Типа, у кого есть враги, станут союзниками. Альянсовцы, что ли, мне союзниками станут, или что? Привет. А, ну здесь нужно тупо сдавать, получается. Все эти штуки. Слушайте, ну уже ж время настало. В общем, тут вот этот Эль сраный. За Элем, я так понял, нужно бежать к Корде куда-то. И... Что здесь? Что ты ищешь? Здесь свитки, но свитки нам не нужны явно А вот это Вот здесь вот Ожерелье новоуния Восполнение 8 единиц маны Очень неплохо На самом-то деле, возможно, я Парочку куплю, чтобы своим друзьям дать Стоп А кольцо? Кольцо я не могу покупать? Так, только одно можно купить А, при получении становится персональным Слушайте, уже кто-то купил кольцо Хорошо, что я ожерелье успел купить Да, требуется уровень 50, кстати И это все, что ли, уже закупили? Или нет? Да, видите, этого предмета нет в наличии Серьезно, тут ничего нет в наличии Все скупили Кто-то прибежал и все накупил А ведь было вот этот стали цвет и другое говно Видимо, кто-то пришел, закупил И потом будет барыжить им На рынке Да, жесть То есть сюда приходят какие-то чуваки Закупаются, чтобы потом на рынке продавать все это Так, ну ожерелье, кстати Ожерелье У меня же нет вообще никакого ожерелья Наконец-то! У меня есть хоть какое-то ожерелье Офигеть просто Рубашка, рубашка послушника Слушайте, может быть, другую какую-то надеть Может быть, свою какую-то сделать Она ж нигде не падает, типа И аксессуары нам нужны Также нужен какой-нибудь кинжал или посох Капюшон каменного молота Ну, в общем-то, мы неплохо так уже Набрали себе вещичек Ну, в общем-то, через гильдию Гильдия, я так понял Там можно хранить вещи Также там можно писать Вот через общение здесь Гильдия И, типа, можно найти того, кто онлайн Вот, видите, присутствующие И можно, типа, заметку Хотя, заметку вроде бы нет Вот, типа, добавить игрока А, добавить это Добавить в гильдию Но вот можно Правой кнопкой нажать И, в общем-то, нашептать Черный список Типа, выйти из гильдии Можно Шепнуть А, это я себе шепчу Вот, в общем-то, если на себе щелкаешь То можно выйти из гильдии Но я, наверное, не буду выходить Потому что, ну что мне, свою создавать, что ли? Ради чего? У меня нету слишком много игроков Если будет хотя бы 5 игроков И даже если будет 5 игроков Смысл в этом Эта гильдия уже немножко прокачана Значит, здесь Факи Шепот Вот, пригласить Да Вот, видите, можно Шепнуть В черный список Добавить Целью назначить Пригласить Я так понял В группу Именно В группу игроков Ну, не знаю Вот тут, кстати, есть Коробка С древесной лягушкой И лесной лягушкой Нужна ли она мне вообще? И мяч Ну Смотрите Слушайте, а А здесь была одна Ну, давайте И вот это И теперь, в общем-то, питомцы Такие вот лягушки Тыкалка Транспорты у меня есть Ну Я вообще-то не эстет особо Блин, зачем я потратил Два золотых на эту фигню Глаза летучих мышей Вот где их брать? Я там знаю Нужно узнать, где брать А потом уже Делать это все Ну, походу, на этой ярмарке Даже в ноль часов Ничего нету Я ошибся Я думал, типа, что здесь что-то будет А его нету Выходит, надо куда-то убегать И зря я Так ждал Ну, хотя бы ожерелье получил Да Мана регенится Теперь будет больше И к интеллекту вроде бы там Далу бонус Да Прикольно Жерелье пригодится Какие там у нас задания Я думаю, может быть, в подземелье в какое-то пойти мне Вот пвп я не хочу Давайте отменим Вунгора Или воскверненный лес Вот в чем вопрос В пылевых топях Так, нет, не в пылевых В кратере Унгора И как мне туда попасть Как мне туда попасть Ну, пока что мне не обязательно туда попадать Можно в воскверненный лес пойти Чумные земли Ну, серьезно 675 опыт Да В чумные земли Где они? На это я могу Через подгород Пойти туда К югу от Тересфальских лесов И подгорода Ну, позже Позже Все это будет позже Надо было мне, кстати, сшить себе рубашку Нормальную И, по-моему, в кратер Унгора ведет Этот В общем-то Очень интересная штука Туда ведет А где у меня Я могу прямо сейчас Вроде бы В Тересфальские леса Полететь Да Нужно только Виверн найти Ну и, в общем-то Я тогда выключу И включу Когда Сделаю квесты Так сказать Редактор субтитров